Многие слышали об ужасном отношении к животным, но, к счастью, есть люди, которые и спасают, и помогают им. Эту лошадь зовут Малина. Сейчас её жизнь – настоящий рай на земле. Каждый день специальный сотрудник на ранчо ухаживает за лошадью, чистит, кормит, расчесывает гриву и, главное, любит. Малина знает, что здесь ей ничего не грозит. В венчике, естественно, есть. Всюду, к каждой лошади, всё равно ты относишься одинаково, потому что они же хотят всей любви. Поэтому чистишь, ухаживаешь, целуешь всех, обнимаешь. Но жизнь Малины не всегда была такой. Она боится резких движений, возможно, её били. У неё хронический бронхит и другие болезни. Не так давно малину выкупила со скотобойни её новая хозяйка. Лейла Гусейнова рассказывает, что на мясо попадают не только лошади, выращенные специально для этого, но и те, которые стали просто ненужны людям. Если честно, я вообще от этого в шоке. То есть, одно дело, когда выращивают специально, это, конечно, тоже, на мой взгляд, жестоко, но никого не осуждаю. И когда специально выращенные животные и эта индустрия – это одно дело. А когда лошади, которые были чьи-то друзья, то есть, они катали людей, а с ними занимались, они совершенно адекватные и ручные, и потом они попадают на бойню, то есть, это для меня стало шоком. Ещё одна спасённая красавица-лошадь – Пандора. Она стесняется выйти из-за года, но угощение принимает с радостью. Паня, как её здесь называют, породистая лошадь. Но её за ненадобностью тоже списали на бойню. И таких историй здесь достаточно. Недавно, буквально пару недель назад, мы привезли французского рысака с документами лошадь. У неё была травма, это мы уже узнали позже. И из-за травмы задней ноги её списали. То есть, она бегала в качалке, с ней занимались, готовили спортивную лошадь. Но вместо того, чтобы продать её кому-то или отдать в нормальные руки, её просто списали на бойню. Бывают какие-то богатые люди, наигравшись, не понимая, что это вообще такое. Тоже потом, чтобы быстро продать, потому что сдать на мясо – это всегда быстро. Продавать – это долго. В деревне Уя на ранчо у Лейлы живут теперь уже восемь лошадей, которых спасли со скотобойни. Почти всех Лейла выкупила за свой счёт. На одну лошадь помогли собрать деньги неравнодушные люди. Но одного спасения мало. Чтобы содержание животных хоть как-то окупалось, на ранчо проводят фотосессии и конные прогулки. К слову, буквально на днях на ранчо появилась ещё одна лошадь. Я держалась, долго держалась, что всех не спасёшь и так далее. Но одна лошадь, которая ещё не приехала, мы, кстати, ждём её уже буквально сегодня вечером или завтра. Она очень-очень похожа на мою лошадь, которая у меня уже есть. Прям, ну, очень. И всё, моё сердце не выдержало. В апреле на ранчо будет ещё одно пополнение. Как оказалось, малину спасли беременной. К слову, здесь не откажутся от любой посильной помощи. Так, на выходных всех желающих приглашают на субботник. Наталья Ильина, Станислав Шведов, Служба новостей.